Всем привет! В данном видео поговорим о том, что делать, если пресс кривой. Представьте, что после долгих месяцев упорных тренировок, значительного снижения процента подкожного жира, вы смотрите на свой пресс и думаете, подождите минуточку, почему мой пресс кривой? Если ваши кубики выглядят не как у фитнес модели, то для начала успокойтесь, это нормально. На самом деле, если вы посетите соревнования по бодибилдингу, воркауту, то заметите, что у множества парней и девушек есть асимметрия пресса. Также, досмотрев это видео до конца, ты узнаешь, каковы три основные причины возникновения этого явления и как это исправить. На первом месте стоит генетический фактор или наследственный состав мышц. Практически невозможно изменить. Также, сухожилия, которые прикрепляют мышцы к костям или между собой, играют большую роль во внешнем виде пресса. Если у вас более длинные сухожилия, то между мышцами будет больше разрывов. Если более короткие, то меньше. В связи с этим, вы не сможете устранить кривой пресс, хотя вы можете немного его скорректировать. Некоторые культуристы посвящают годы тяжелых тренировок, пытаясь вылепить идеальное тело и изменить внешний вид определенных мышечных групп. Несомненно, можно увеличить мышцы в объеме, убрать жировую прослойку, но именно форма пресса определена генетически, и вы ничего не можете с этим поделать. Вторая причина – это искривление позвоночника. У большинства людей одно плечо и одна сторона позвоночника выше, чем другая. В такой ситуации верхняя и нижняя части спины удлиняются больше, поэтому одно плечо расположено выше, что может удлинять и растягивать соответствующую сторону брюшной стенки. Между тем, другая сторона остается укороченной, создавая этот нестандартный внешний вид ваших кубиков. Асимметрия также может указывать на неодиагностированный сколиоз. Третьей причиной является асимметрия нагрузки. Многие спортсмены из различных видов спорта, где нагрузка ложится на одну сторону тела, такие как бейсбол, теннис, гольф, воркаут, могут преопределить внешний вид одной стороны своего пресса. На фото кривого пресса мускулатура рабочей стороны выглядит более объемной и рельефной, в то время как другая сторона недостаточно используется. По этой причине, даже если ваш пресс генетически симметричен, дисбаланс мускулатуры может привести к тому, что ваши кубики будут развиты неравномерно. Несмотря на то, что форма пресса задана генетически, с помощью упражнений вы сможете в определенной мере его скорректировать. В конечном счете, вам нужно работать с каждой стороной вашего пресса индивидуально. Основное внимание должно быть сосредоточено на антивращательных упражнениях, где ваш позвоночник должен противостоять вращению. Вам также нужны движения, которые растягивают ваши брюшные мышцы. Лучшее упражнение для симметричного пресса – планка на одной руке. Боковая планка. Боковая планка со скручиваниями. Односторонняя тяга в кроссовере. Обратные скручивания. Подъем ног в висе. Удостоверьтесь, что во время выполнения этих упражнений ваши плечи вытягиваются вниз и отклоняются назад, активируются и сжимаются широчайшие мышцы спины. Если этого не происходит, то одна сторона или обе могут стать чрезмерно удлиненными, что нарушает позиционирование вашего пресса, придавая ему симметричный внешний вид. Вам также нужно избавиться от скованности и спазмов в мышцах. Освобождение от этого напряжения может помочь сделать ваш пресс немного более симметричным. Особенно если визуально кажется, что некоторые кубики выпирают больше, чем другие. Если ваш пресс выглядит неравномерно, причина может быть в накоплении жира в нижней части живота. Сосредоточьтесь на том, чтобы снизить общий процент жира в организме, чтобы исправить это. Если это проблема фактического дисбаланса брюшной мышцы, используйте рекомендованные упражнения, которые приведены выше. Если ваши мышцы пресса сильнее с одной стороны и слабее с другой, старайтесь распределять нагрузку равномерно. Вы также можете выполнять односторонние упражнения. Если вы заметили, что ваш пресс симметричный, то должны быть очень довольны, поскольку вы входите в очень небольшой процент населения с хорошей генетикой. Однако, если у вас есть асимметрия, это не повод для расстройств. Убедитесь, что вы сделали все, что в ваших силах, что касается тренировок и исправления проблем с позвоночником. Обязательно ставь свой комментарий, в какой процент людей по генетической предрасположенности входишь ты. Если ровно у тебя пресс немного кривоват, и не забудь поставить палец вверх этому видео, подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее актуальное видео. Пока!